Районное казачье общество подводило итоги своей деятельности за 2017 год. Перед казаками держал ответ славянский атаман Александр Заволока, который возглавил общество ровно год назад. Что было сделано за это время и о задачах на предстоящий период, смотрите следующий материал выпуска. Один атаман казаки Славянского районного казачьего общества для проведения отчетного сбора собраны. Атаман Славянского района казачьего общества поднесу Заволоку. Принять участие в отчетном сборе славянского казачьего общества приехали казаки со всего района. Среди почетных гостей был атаман Таманского отдела кубанского казачьего войска Иван Безуглый. В повестке дня было рассмотрено более семи вопросов. Безусловно, одним из основных стал доклад атамана славянского казачьего общества Александра Заволоки о проделанной работе. По состоянию на 1 октября 2017 года в Славянском районном казачьем обществе в 15 первичных казачьих обществах состоит 1669 казаков. В том числе 83 человека – это казачья молодежь от 16 до 18 лет. Сегодня мы будем принимать решение обхождения в состав районного общества Черноярковского станичного и Прорвинского хуторского казачьих обществ. Таким образом, районное общество будет включать 17 казачьих обществ с численностью более 1800 казаков. Казаки принимают активное участие в охране границ и общественного порядка. Занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. На сегодняшний день в районе работают две казачьих школы – 61 казачий класс, 50 групп казачьей направленности, в которых занимаются 3045 ребят. Кроме этого ведется работа по подготовке документов о присвоении статуса казачьих еще пяти школам района и трем детским садам. Воспитание детей в духе казачьих традиций осуществляется с помощью 45 казаков-наставников, в том числе и по окончании учебного года казаки-наставники в составе экзаменационных комиссий принимают экзамены в казачьих классах. И очень приятно, что по итогам 2016 года 16-я школа признана лучшим в крае по знанию казачьей тематики. В конце сентября на Кубани был создан Союз казачьей молодежи. Славянское отделение Краевой общественной организации возглавил Александр Варнавский. Союз казачьей молодежи – это новое движение, на которое возложены задачи духовно-нравственного воспитания детей, военно-патриотического воспитания детей, развития чувства гражданственности. Мы наладили работу с управлением образования, с представителями духовенства, с воинскими частями, с управлением культуры, физической культуры и спорта. Были проведены спортивные соревнования, малые казачьи игры, большие казачьи игры. Благодаря эффективной работе по всем направлениям и хорошо отлаженному взаимодействию с органами власти в 2017 году Славянское казачье общество заняло второе место в Таманском отделе Кубанского казачьего войска. Работа проведена очень хорошо, много. Я оценку дал бы, хорошую оценку дал бы Атаману, потому что, ну действительно, работы много сделано и большую помощь оказал Иславянскому городскому и многим другим Атаманам. В конце встречи отличившимся на службе казакам и Атаманам лучших хуторских и станичных обществ были вручены почетные грамоты. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».